Среди множества плюсов в ее новой работе был один существенный минус. Майор Каменская теперь не обладала полномочиями вызывать к себе людей, с которыми ей нужно было поговорить. Вызывать могли следователи, приглашать оперативники, а она вот уже три месяца была, что называется, никем. — Нужен тебе человек? Хочешь задать ему пару вопросов? Будь любезна, договорись с ним предварительно, а потом одевайся, спускайся с третьего этажа, садись в поезд метро и поезжай, куда тебе надо. На своих двоих. Борись с ленью, забудь про ноющую спину. — Кончилась твоя сладкая жизнь. Это раньше ты была оперативником с Петровки, и уже одно это давало людям понять, что ты имеешь право задавать им вопросы. — А нынче ты главный эксперт-консультант информационно-аналитической службы, и прав у тебя никаких. Одни сплошные обязанности. Наличие обязанности Настя Каменская переносила спокойно, а вот отсутствие прав периодически вызывало у нее раздражение. Сегодня, например, ей пришлось тащиться бог знает в какую даль, чтобы по предварительной договоренности встретиться с человеком, чьи показания, занесенные в протокол и вшитые в десятилетней давности дело об убийстве супругов Немчиновых, вызывали у нее легкое недоумение. Причем она совершенно не была уверена в том, что недоумение это имеет под собой хоть какую-нибудь почву. Может быть, свидетель вовсе не так говорил, просто следователь, делая записи в протоколе, сформулировал его слова именно таким образом. Стоит ли овчинка выделки? Тратить полдня на дорогу туда и обратно, чтобы задать ерундовый вопрос и не получить интересного ответа. Утешала только слабая надежда на то, что вопрос может оказаться вовсе не ерундовым. Человек, которому Настя собиралась задать свой вопрос, в настоящее время находился в отпуске и проводил время в подмосковном доме отдыха. Встреча была назначена на час дня, но поскольку Настя ехала сюда впервые, ей не удалось правильно рассчитать время, и в доме отдыха она оказалась куда раньше, в четверть первого. Самые худшие предположения, которые имеют обыкновение сбываться, себе не изменили. И дверь комнаты, номер которой был записан у нее на бумажке, оказалась заперта. Настя уселась в холле второго этажа, ожидая, когда появится нужный ей человек, и открыла книжку, которую взяла с собой, чтобы скоротать время в электричке. Книжка была нудная, с неумелыми потугами на юмор, но Настя добросовестно водила глазами по строчкам, ибо давно усвоила, если книгу покупают, значит нашлись люди, для которых в ней что-то интересное и привлекательное есть. И почему бы ей не попытаться это интересное и привлекательное найти? Когда без пятнадцати час в холле появился мужчина в спортивном костюме и с лыжами в руках, Настя ни на секунду не усомнилась, что это он, Александр Владимирович Белкин. Она никогда не видела ни его самого, ни его фотографии, только договаривалась с ним о встрече по телефону, но по голосу и по манере говорить составила себе именно такое представление — крепкий, спортивный, подтянутый. В протоколе допроса десятилетней давности было сказано, что он военный летчик. Интересно, чем он теперь занимается? Судя по тому, что не расплылся и не обрюзг, вряд ли ушел на коммерческие вольные хлеба. — Александр Владимирович? — негромко окликнула она. Мужчина с лыжами повернулся к ней и взглянул на часы. Его жесткое лицо с четкими крупными чертами, покрытое бисеринками пота, выражало неудовольствие. — Анастасия Павловна, до назначенного времени еще четверть часа. — Извините, я не рассчитала время и приехала чуть раньше. А я рассчитывал, что до вашего приезда успею после лыжного пробега принять душ. — Конечно, — торопливо сказала она. — Мне вас здесь подождать? Белкин смягчился, твердо очерченные губы дрогнули в улыбке. — Пойдемте ко мне в номер. Он даже не стал ждать ее ответа, просто повернулся и быстро пошел по длинному коридору к своей двери. Настя, сунув книжку в сумку, последовала за ним. Белкин жил в двухкомнатном люксе. Одна комната выполняла роль гостиной, мягкая мебель, телевизор, другая, по всей видимости, была спальней. Оставив Настю в гостиной, Белкин скрылся в ванной и ровно в час дня снова появился перед ней, на этот раз в джинсах и тонком шерстяном свитере, с тщательно расчесанными, мокрыми после душа волосами. — Я вас внимательно слушаю, — произнес он, усаживаясь в кресло напротив нее. — Александр Владимирович, мой вопрос может показаться вам странным, потому что касается очень давних событий. Я имею в виду убийство ваших соседей по даче, Немчиновых. — Да? И что? — Вы не могли бы припомнить и рассказать мне, что там случилось? — Позвольте, — на лице Белкина снова проступило неудовольствие, на этот раз смешанное с настороженностью. — Вы же сказали, что работаете в МВД, это так? — Так. Могу предъявить удостоверение. — Будьте любезны. — Сухо сказал он, протягивая руку. Внимательно прочитав удостоверение и сличив фотографию с оригиналом, Белкин вернул документ Насте. — Я не понимаю смысла ваших вопросов. Если вы работаете в МВД, то должны иметь доступ к уголовному делу. В нем все написано. Что нового вы хотите услышать от меня? — В деле написано, что это именно вы вызвали тогда милицию. — Да, вызвал. — Почему? — Потому что услышал выстрелы, а спустя некоторое время увидел, что из окон соседней дачи валит дым. — Соединил одно с другим и получил повод для того, чтобы вызвать милицию. Вас это удивляет? — Да нет, — Настя улыбнулась. — Я хотела спросить, почему вы не вызвали милицию сразу, как только выстрелы услышали? Почему нужно было ждать, пока начнется пожар? — Потому что в выстрелах не было ничего особенного. В нашем поселке их можно услышать по три раза в час. У каждого есть охотничье ружье, неподалеку от нас находится большая поляна, где устроили что-то вроде тира. Ружья пристреливают, тренируются. И, кроме того, рядом расположен заповедник, и тогда как раз был разгар сезона. Выстрелы — не повод. А вот выстрелы в сочетании с пожаром — другое дело. Я ответил на ваш вопрос? На вопрос-то он ответил. Да только вопрос этот был не тот, что так интересовал Настю. Но сразу в лоб спрашивать нельзя. К сложному моменту полагается подбираться из подваль. — Милиция быстро приехала? — Довольно быстро, — кивнул Белкин. — Минут через пять. У нас там все близко. Вспомните, что вы милиционерам сказали, когда они приехали? — Сказал, что к соседям в гости приехал мужчина. Милиционеры спросили, как он выглядел. Я дал описание. — И что было потом? — Через некоторое время меня попросили проехать в отделение, посмотреть на пятерых мужчин и сказать, нет ли среди них того, кого я видел на соседском участке. Я его опознал. — И все? — Все. — Да, похоже, именно так все и было. В протоколе опознание написано. Свидетель Белкин А.В. указал на задержанного Немчинова В.П., как на человека, которого видел незадолго до происшествия вместе с погибшими соседями. — Непонятно. — Совершенно непонятно. — Александр Владимирович, сколько лет вы являетесь владельцем своей дачи? — С восемьдесят второго года. — Строили сами? — Нет, купил уже построенную. Наследники какого-то профессора продавали. Им деньги срочно нужны были. Они на постоянное жительство в Канаду собирались. Удалось купить недорого. — С соседями Немчиновыми. Были хорошо знакомы? — Не особенно. Конечно, как дамы на даче, то постоянно друг у друга на глазах, так что в лицо. И я их, и они меня знали. Но не более того. В гости они ко мне не ходили и к себе не звали. — А что вы о них знали? — Кроме фамилии, разумеется. — Практически ничего, кроме того, что Геннадий был известным композитором-песенником. Но об этом знал весь поселок. Все девицы к нему за автографами бегали. Настя вздрогнула. — Известным композитором? — Ничего себе! Уж не тот ли это Немчинов, который... — Ну, точно! Это должно быть он. Тогда, в 87-м году, еще не принято было публично оглашать неприглядную правду о знаменитостях. Многие известные люди и кончались с собой, умирали от передозировки наркотиков или от алкоголизма. А газеты уклончиво сообщали — трагически погиб, скоропостижно скончался. О композиторе Геннадии Немчинове тоже было сказано довольно скупо — ушел от нас в расцвете творческих сил. Поскольку убийство было совершено на даче, то делом занимался не город, а область, потому и подробностей никаких Настя тогда не знала. Слышала только, что вроде как убили его. И все. А у Немчиновых дача кому принадлежала? — Композитору или Василию Петровичу? Вот тут Настя начала атаку. Потихоньку, из-за угла, еще плохо понимает, чего хочет добиться. Но эта чертова несуразность не давала ей покоя. Брови Белкина слегка вздернулись в мимической фразе непонимания. — Василию Петровичу? — Кто это? — Старший Немчинов, отец Геннадия. — Вы забыли, как его зовут? — Я не знал никогда. Я знал только Геннадия и Свету. Ну и девочку, конечно, Лерочку. Она совсем маленькая была. — Александр Владимирович, — напряженно сказала Настя, — это очень важно. Потому я попрошу вас быть как можно более точным. Когда вы увидели на соседнем участке хозяев и с ними мужчину, вы знали, что этот мужчина — отец Геннадия Немчинова? — Понятия не имел. — И вы никогда раньше его не видели? — Совершенно определенно нет. — Не видел. — Вы можете быть в этом уверены? — Анастасия Павловна, у меня хорошая зрительная память. И зрение, кстати сказать, отменное. Не хочу вам лишний раз напоминать, кто я по профессии. — Я помню, — ставила Настя, — вы были военным летчиком. — Тогда вы должны понимать, что на мои глаза можно полагаться. Немчиновы пользовались своей дачей круглый год. У них большой теплый дом. У меня дом не такой приспособленный для зимы, но я каждое воскресенье приезжал и продолжаю приезжать туда кататься на лыжах. А в теплый сезон живу там постоянно. — Если бы я хоть раз увидел того человека, то запомнил бы его. Да, вот в чем была та несуразность, которая задела Настю. Читая материалы дела, она сразу обратила внимание на то, что сосед Белкин Александр Владимирович говорил не о Василии Петровиче Немчинове, отце хозяина дачи, а о мужчине лет пятидесяти пяти, крепкого телосложения, с заметной сединой и тяжелой походкой, о мужчине, одетом в темные брюки, свитер цвета бордо с двумя белыми полосами на спине и на груди. Немчинова задержали по приметам, главным образом, по описанию как раз этого бордо с белыми полосками свитера. — Вы хорошо рассмотрели его лицо в тот раз? — спросила она. — Конечно. И голос запомнил. Я с ним разговаривал. — О чем? Он хотел полить цветы, взял лейку и стал искать воду. Геннадий и его жена в этот момент были в доме, а я как раз возле забора находился и возился с кустом смородины. Вижу, гость с лейкой в руках по участку бродит, и вид у него какой-то растерянный. Он меня заметил, поздоровался и спросил, где тут воду берут. Я ему показал, где у Гены колонка. Он лейку наполнил и стал цветы поливать. Потом в дом ушел. А дальше? Что дальше? Дальше ничего не было. Соседи были в доме, я тоже вернулся к себе. Сел на диван и телевизор смотрел. Тогда как раз семнадцать мгновений весны днем показывали. Я старался ни одной серии не пропустить. Когда услышал выстрелы, не придал этому значения. Все остальное я вам уже сказал. Александр Владимирович, тогда, десять лет назад, вам кто-нибудь задавал те же вопросы, что и я? Нет. И я, кстати, не понимаю, почему вы их мне задаете. Ведь убийцу поймали. Это был тот самый человек, которого я видел на участке Немчиновых. Какие тут могут быть неясности? Никаких, вздохнула Настя. Тем более, что Немчинов признался в убийстве и на следствии и на суде. Тогда зачем вы тратите время на это? Вы хотите спросить, зачем я отнимаю время у вас? Ну, хотя бы, усмехнулся Белкин. Или вы считаете, что если человек в отпуске, то его время цены не имеет? Нет, я так не считаю, Александр Владимирович. Вам не показалось странным, что отец хозяина дачи не знает, где на этой даче колонка? Не показалось. Белкин начал раздражаться, и это было очень заметно. Я этого человека видел впервые. Для меня он был просто гостем, поэтому мне показалось вполне естественным, что он чего-то не знает. Я не понимаю, к чему вы клоните? Вы считаете, что я дал недобросовестные показания? Настя весело рассмеялась. До нее, наконец, дошло, почему Белкин сердится. Ну, конечно, она ставит свои вопросы таким образом, что может сложиться впечатление, будто она перепроверяет его слова и не доверяет им. Прошу меня извинить, сказала она мягко. Я не хотела, чтобы вы так подумали. Дело в другом. Понимаете, дача принадлежала не Геннадию, а его отцу Василию Петровичу. Вы были их соседями на протяжении пяти лет, и за эти годы ни разу не видели настоящего хозяина. А когда этот настоящий хозяин вдруг появился, то выяснилось, что он даже не знает, в каком месте участка прорублен артезианский колодец. То есть он действительно там не бывал. И у меня возникает вопрос. Почему? Вопрос, конечно, интересный, но не по адресу. Я уже говорил вам, что знакомство с соседями по даче было шапочным. Здоровались и одалживали друг у друга инструмент, не более того. А уж почему отец Геннадий не приезжал на дачу, не могу знать. В их внутрисемейные дела не посвящен. Голос Белкина был по-прежнему сухим, но раздражение исчезло. Насте даже показалось, что он стал посматривать на нее с интересом. Ну или, во всяком случае, с любопытством. Она посмотрела на часы и поднялась. — Вам, наверное, надо идти на обед. Спасибо, что уделили мне время. Белкин глянул на смешливую и вдруг резко произнес. — Сядьте, майор. Мы еще не закончили. Настя оторопела от изумления и послушно села обратно в кресло. Белкин молчал, рассматривая ее, как букашку под микроскопом, и вот этим взглядом ей стало не по себе. — Ловко вы со мной управились, — вымученно пошутила она, пытаясь стряхнуть с себя неловкость. Подали команду, и я покорно ее выполнила. Хотя вообще-то вам я не подчиняюсь. Привыкла за пятнадцать лет службы. — Вы так давно служите? — Да. Надела погоны сразу после университета. А вы? — У меня выслуги больше, чем календарных лет жизни. Время участия в боевых действиях засчитывается один к трем. Не уклоняйтесь от темы. Почему вы заинтересовались сейчас таким давним делом? — Не почему. Настя пожала плечами. Василий Петрович Немчинов летом прошлого года вернулся из мест лишения свободы, и поскольку он теперь живет в Москве, я хочу хотя бы примерно представлять себе, чего от него ждать. Взяла я из архива дело, стала читать и наткнулась на ваши показания. Вот и приехала к вам, чтобы уточнить. Согласитесь, нельзя пройти мимо того факта, что человек годами не приезжает на свою дачу, хотя его сын, невестка и внучка бывают там регулярно, и вдруг ни с того ни с сего он появляется там, пьет водку вместе с сыном и его женой, а потом хватается за ружье и убивается бутыльников. — Кстати, Геннадий и Светлана любили застолье? — Насчет застолья ничего сказать не могу, но то, что гости у них бывали часто, — это точно. И пили они много, — это тоже точно. В том, что Геннадий пил водку вместе с женой и отцом, ничего удивительного нет. А если вас смущает, что отец вдруг приехал на дачу, так, может, у них повод был, праздник какой-нибудь, семейный, например. — Семейные праздники случаются каждый год, но, тем не менее, старшего Немчинова вы ни разу не видели, — упрямо возразила Настя. — Почему они собрались на даче именно в тот раз? Что за особый повод мог случиться? — Да у отца и спросите, вы же сами говорите. Он теперь в Москве. Почему вы у меня допытываетесь? — Неправда ваша, господин полковник, — улыбнулась Настя. — Я не допытываюсь. Я хотела уйти, потому что все, что хотела спросить, уже спросила. А вы меня не отпустили. Так что теперь ваша очередь признаваться. Почему? Зачем вы меня задержали? — Я жду, — коротко ответил Белкин. Он легко поднялся с низкого кресла, прошелся по комнате, постоял несколько секунд у окна, потом повернулся к Насте, облокотившись на подоконник. — Я хочу проверить, умеете ли вы слушать, и жду, когда вы зададите мне один вопрос. Но, судя по вашему поведению, не дождусь. Субтитры сделал DimaTorzok